Влияние ультрафиолетового излучения на кожу – проблема, к которой косметологи относятся более чем серьезно. Существует даже такое явление, как фотостарение. К типичным его признакам относится чрезмерная сухость кожи, появление поверхностных и глубоких морщин, а также пигментация. В первую очередь, говоря о солнцезащитных средствах, необходимо понимать, что такое СПС. Это способность солнцезащитного средства отодвигать возникновение эритема. Фактор защиты – это не насколько силен этот крем. Фактор защиты – это то, насколько человек может находиться больше на солнце без повторного нанесения крема. Косметологи рекомендуют использовать солнцезащитные средства из профессиональных линеек, эффективность которых доказана многолетними исследованиями. Основные направления, на которые опирались исследовательские работы Института СТДР, основывались на следующих постулатах. Солнце не настолько вредно, как нам кажется, потому что недостаток солнца вызывает нехватку витамина Д, который в свою очередь ведет к гиперчувствительности организма и особенно влияет на психоэмоциональный хон весенний-зимний период. Если солнца очень много и активность его агрессивна для организма, это тоже очень опасно. Поэтому продукция линии, солнцезащитная линия СТДР как раз регулирует солнце и приучает наш организм, то есть нашу кожу, к правильному использованию солнечной энергии, ультрафиолета. Происходит эта адаптация с помощью двух запатентованных технологий – Уфоэнсилиум и Адаптосан. Уфоэнсилиум – это комбинация активных веществ, которая стимулирует способность клетки к самозащите. Это первый патент, а второй патент – это Адаптосан. Он контролирует степень загара, интенсивность и пролонгацию этого загара. И после четырех дней использования препаратов Адаптосан кожа приобретает загар по интенсивности и по стойкости, как будто бы вы были на солнце 12 дней. В данной линейке нет разделения на СПФ фильтры 20, 30, 50 и так далее. Все средства делятся по степени активности солнца и по трем типам кожи. Толерантная кожа – это кожа, которая очень спокойно воспринимает загар, восприимчиво к солнцу. Толерантная, чувствительная кожа – она загорает кожей и слегка обгорает. Интолерантная кожа – это реактивная кожа, возникновение пигментации, шрамы. Или вообще кожа, которая имеет аллергическую реакцию на солнечное излучение. Для третьего типа рекомендуется средство, которое полностью исключает солнечное воздействие на кожу. Эти же продукты подойдут и тем, кто желает сохранить природную аристократическую бледность. Крем, спрей, лосьон или пудру необходимо выбирать, советую со специалистом. Если же говорить о советах универсальных, то в первую очередь не стоит злоупотреблять пребыванием на солнце и также перед отпуском в южные страны и после него навещать косметолога. Все это позволит не только сохранить молодость, но и эффект от мезотерапии, биоревитализации и других процедур, направленных на обновление кожи.